Всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер и вы на моем канале про моду шоппинга модные путешествия. Добро пожаловать ко мне домой. Сегодня мы с вами посмотрим мою коллекцию жакетов и пиджаков. Я вообще человек жакетов, у меня их миллион. Сейчас начала готовить материал, выбирать эти жакеты для вас, чтобы показать. И поняла, как их много у меня. Но надеюсь все равно, что видео будет коротким. Делаю его с примеркой с небольшой, чтобы вам показать, как вещи сидят на мне конкретно. И расскажу маленькие короткие истории про каждый из жакетов, если будет что рассказать. Поэтому готовьтесь к небольшому развлекательному видео. Надеюсь все равно оно будет для вас полезным, например, с сочетаниями, либо какими-то идеями. И в целом вы приятно проведете это время. Начинаем сразу же. И у меня для вас суперинтересная новость. Во всяком случае для меня это что-то новое. Новый этап в моей жизни на самом деле. Такого никогда еще у меня не было. Я... Сейчас я вам покажу. Вместо тысячи слов лучше сразу вам все показать. Это жакет, который мы создали с Виталием Стеблевым в коллаборации. Мы объединили наши с ним творческие идеи и творческий порыв. И решили создать микрокапсулу жакетов. И как раз таки первый жакет это вот такой жакет зеленого цвета. Зеленый цвет безумно приятный. Он, несмотря на свою яркость, он достаточно приглушенный и универсальный. Он подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Суть в том, что эта коллекция лимитирована, как я вам сказала, 10 штуками. Первая штука уже у меня. И, соответственно, каждый, кто будет заказывать, у него будет второй из 10, третий из 10. И так до 10 больше уже точно не будет. Что здесь самое интересное? Здесь винтажная фурнитура, за которой я ездила несколько раз в Милан. Выбирала лучшие пуговицы винтажные. И в этом жакете пуговицы 30-х годов. Квадратные вот такие замечательные пуговицы. Покажу вам поближе их. Такие, да, 30-е, такие острые углы. Уже пошла геометрия. И состав здесь 100% шерсть. Здесь шерсть очень интересная, с вкраплениями. Здесь небольшие вкрапления оранжевого, голубого, желтого. Он безумно будет классно смотреться в сочетании с нейтральными оттенками, с серым, с любым черным-белым комплектом. Но здесь еще есть в комплекте ярко-желтая подкладка и с шелкой вискозом. В общем, просто супер. Но скажу сразу, что этот жакет я уже проанонсировала у себя в соцсетях, в Телеграме и в Инстаграме. На момент выхода видео, я не знаю, возможно, этот жакет уже будет весь распродан. Поэтому это был такой эксклюзив для тех людей, кто следит за мной именно в других соцсетях, в Телеграме в том числе. Там я проанонсировала сразу же, в первую очередь. Это было такое преимущество для моих подписчиков именно на этом канале. Но, друзья, не расстраивайтесь. Это была первая коллаборация. Возможно, когда-нибудь мы сделаем что-нибудь подобное. И вот этот жакет, это мое самое последнее, самое новое приобретение. Я его уже счастливо ношу. Вот такая первая вещь. Суперкласс. Я просто невероятно довольна. Во-первых, потому что это вещь, которая носит мое имя. И это просто невероятное ощущение. Иметь что-то, что... Ну, вот просто как будто бы ты создал своими руками. Хотя, конечно же, это Виталий создал своими руками. Потому что Виталий в счетах отшивает все это индивидуальный пошив, безусловно. Но это просто какой-то совершенно другой уровень в моем гардеробе. Следующая вещь тоже из этой же коллаборации. И это тоже жакет, но уже совершенно другого кроя. Не буду вас томить. Это очень красивый твит. Это именно твит. Это все натуральные составы. Подкладка здесь безумно красивая, сиреневая. Тоже шелк с вискозой. Твит. 95% шерсти, 5% акрила. Но жакет, на самом деле, очень нейтральный. Его легко будет носить вообще с большим количеством вещей. Если одна вещь была яркая, это вещь такая, совсем нейтральная. Но здесь мой самый любимый элемент. Это вот эти пуговицы. Это тоже винтаж. Они безумно красивые. И это Чехословакия 60-е годы. Здесь настоящий хрусталь. Хрусталик, да? И стекло вокруг, которое было покрашено тоже вручную. Краска была носена вручную. То есть просто фантастически красивая фурнитура. И такого вы точно нигде не найдете. Посмотрите, как она красиво играет. Это просто невероятная вещь. На самом деле я влюблена даже вообще во все это. Во все. Жакет более узкий уже. И он асимметричный. На одной пуговицке это все так идет. Асимметричная застежка. И чуть-чуть одна часть длиннее другой. Хорошо, я ношу с джинсами, как вы видите. Мне нравится сочетать такие вещи более классические. Твит это, конечно, очень классический материал. Такой немного иногда возрастной может быть, да, сделать. Может образ создать. Вот такой второй жакет. Его мы анонсируем в понедельник. Видео выйдет в среду. Надеюсь, что-то останется, если вы захотите заказать. Поэтому спешите. Видите, как первый жакет уже почти что раскупили. Пишите мне в телеграм или в инстаграм. Я вас ориентирую, что делать дальше. Потому что пошивом занимается опять-таки Виталий. А я их презентую, потому что это моя детка. Моя детка с Виталием. Вот такая красота. Следующий жакет. У него интересная история. Потому что я за ним долго гонялась. Просто невероятно, как всегда. Сначала я увидела вещь в магазине. Влюбилась. Начала долго думать. Пока думала, думала. Его раскупили. Это жакет КОС. С мистеричной застежкой на завязках. Супер вещь. Здесь очень интересная фактурная такая буклешечка. Даже не буклешечка, а просто ткань с такими небольшими вкраплениями. С такими вот волосинками, которые торчат. И я его нашла на Vestier Collective. Если вы знаете, если нет, расскажу. Это такой сайт, где люди перепродают свои вещи. Vestier Collective. В принципе, французский изначально. Но сейчас он стал международным. И там можно найти абсолютно все. В основном люкс. Но сейчас начинают продавать абсолютно разные вещи. И этот жакет я там нашла. И его мне прислали из Румынии. Супер вещь. Потому что я очень люблю асимметричные жакеты. И как вы знаете, я любитель винтажа. Как раз таки вот в моих первых двух жакетах отобразились мои самые главные ценности и приоритеты в покупках. Это винтаж и натуральные ткани. Вот это все самое, что я люблю. И как раз вот в этих двух жакетах это все реализовалось. Купила вот такой черный мужской пиджак. Вы его тоже видели. Не буду на нем останавливаться больше. Это реально мужской пиджак. Наверное, XS размер. То, что мне было нужно. С широкой линией плеча. Широкий. Оверсайз. Чтобы носить с мини-юбкой. Просто супер. То, что нужно. При том, что такого формата жакеты, пиджаки, они не уходят. Они, несмотря на то, что в целом глобально сейчас идут тенденция к тому, чтобы все-таки приталенность возвращалась к нам. Но, вот я отматриваю уже показы, которые вот только-только сейчас проходят на осень. Все равно широкие пиджаки, широкие жакеты, все равно это все актуально. Это все остается с нами. То есть, это будут такие две параллельные реальности. Прада, опять-таки, Жильзандер и Дрис Ван Ноттен. Все это показали нам. Такие квадратные жакеты-пиджаки на девушках. Поэтому, друзья, эта вещь остается актуальной. Я очень рада ее приобретению. То, что надо, то, что надо. Следом, еще одна винтажная вещь. И вообще, в этом видео будет очень много винтажных вещей, кстати. Это жакет из замши. Из очень красивого цвета замши. На видео у вас чуть-чуть поярче. На самом деле, такой приглушенный фиолетовый баклажановый цвет. Фантастический жакет. Очень классического покроя на трех пуговицах. Он приталенный чуть-чуть. Если вы рассматриваете жакеты именно винтажные, например, даже 90-е годы, начало 2000-х, ну, я уже не говорю про 70-е, всегда берите на пару размеров больше. Тогда они на вас будут смотреться актуально. Если возьмете размер в размер, особенно 80-е и 70-е, он для вас будет маловат. А если возьмете 90-е, то он просто будет на вас смотреться неактуально. Поэтому, если вы хотите, чтобы на ваш жакет смотрелся винтажно и актуально, берите на несколько размеров больше. Следом, тоже винтажик. Это жакет необычного кроя. Смотрите, он даже еще с этикеткой. И я его, потому что я его еще не носила. Я его купила в январе. Здесь очень приятный такой серый топ, немного мышиный. Именно топ, я бы сказала, цвет, но такой очень насыщенный. Как вы видите, здесь есть воротничок Мау. Такого у меня жакета еще нет. Он длинный, удлиненный. Планирую носить с юбкой. И, например, можно с ремнем. Со струящимися брюками тоже с ремнем будет здорово смотреться. Здесь классный состав. Шерсть, вискоза. И это все Swiss Made. И купила я его за какие-то вообще невероятные копейки. Опять-таки, такого цвета у меня не было. Ни цвета, ни фасона. Поэтому я его приобрела сразу же, когда увидела. И опять-таки, он абсолютно новый. И купила я его чуть ли не за 5 франков. Представляете? То есть, это вообще что-то было. Супер какая-то находка. Невероятная. Так, это были покупки этого года. Либо конца прошлого. Сейчас покупки прошлого года. Это жакет Sandro. Очень плотный, очень теплый. И я его ношу. Вот сейчас как раз весна наступит, когда совсем такая потеплее. Его можно носить как верхнюю одежду. Очень классно. Здесь красивая фурнитура, не кричащая. Яркий тоже, сочный очень цвет. Вы знаете, я люблю цвет. У меня есть все. И цвет, и не цвет. И он очень классический тоже по крови. Такие кармашки накладные, без клапанов. Классная вещь. Тоже очень рад этому приобретению. Смотрится он очень шикарно. И я его тоже очень нежно люблю. Жду время, когда наступит, чтобы можно было его носить сейчас уже. Следом идет вещь. Я даже не знаю, как ее характеризовать. Это хендмейт. В плане того, что это было пальто. Я из него сделала жакет. У меня было такое пальто. Оно очень приталенное. И в длины такое было. Немного по середину бедра. Не совсем актуально. И я решила, что сделаю я из него жакет. Друзья, помните, я вам тоже рекомендовала в одном из своих видео, что если у вас есть какие-то пальто, которые либо... Ну, может быть, вы уже от них устали. Но такое бывает. Либо, может быть, они потеряли свою актуальность по фасону. Всегда можно переделать. Всегда можно отрезать и сделать классный жакет, пиджак. Вещь обрела новый смысл, обрела новую жизнь. Следом идет Марксен Спенсер. Я знаю, что многие относятся к Марксен Спенсер. Немного, может быть, с пренебрежением. Или считают, что этот бренд не актуален. И да, и нет. То есть там есть, конечно же, в коллекции вещи, которые можно обойти стороной. Но там есть и линейка вполне симпатичных вещей. И в год можно там найти пару вещей классных. У меня, кстати, была примерка из Марксен Спенсер. Я там находила просто супер вещи, которые, кстати, потом видела на таких очень известных стилистах. Поэтому, друзья, не обходим стороной. Всегда в любом магазине можно найти что-то просто... И зато это будет уникальность, потому что многие этот магазин обходят стороной. Это такой жакет. Он без застежки. Это твидик тоже. Очень красивый твидик. И так как здесь есть вот эти вкрапления цветов различных, да, маленькие, я ношу это вместе вот так. С сумкой Курт Гейгер. Потому что здесь все эти цвета представлены на этой сумке. И они очень классно друг друга дополняют. Конечно же, вниз мы надеваем что-то очень нейтральное. Джинсы либо светлые, либо, например, голубые. Просто нейтральные джинсы, либо серые. И все это здорово. С обычной белой футболкой смотрится суперклассно. Следом идет очень необычная вещь. На самом деле, когда я увидела тоже это тоже винтаж. Даже недолго думала, чтобы купить ее или не купить. Это жакет вот в такую мелкую точечку в виде, да. И у него очень необычная вот такая фактура. Вам как раз сейчас видно. Он как будто бы чуть-чуть плессированный. Вот это напомнило вещь из Сэймьяки. Просто очень похоже и по стилю, и по формату исполнения. Здесь идет большое количество пуговок в ряд. Он классно смотрится тоже с такой же фактурой вещами. У меня есть брюки плессированные. У меня есть юбка из кос тоже такая сжатая. Классно носить вместе. Вещь невероятно необычная. И я была очень довольна этой покупкой. Плюс ко всему, это тоже шерсть с хлопком состав. И особенно, это маленькая точечка. Мне кажется, просто супер. Люблю интересные вещи. Я вам рассказывала в видео про свои покупки. Это был год назад или два. Моя самая любимая вещь. Наверное, один из самых. То есть вы видели, у меня много вещей. Они все любимые. Но этот жакет, это что-то. Это Yves Saint Laurent. Я тоже не буду здесь заострять свое внимание. Вы обязательно, если вам будет это интересно, найдете видео, в котором я про него рассказываю. Есть два видео. Во-первых, Вена, винтажные магазины. Именно там я его увидела. И второе, это видео, в котором я уже рассказываю про покупки. Этот жакет я безумно люблю. Здесь размер как раз-таки идет французский 40-й. То есть это 38-й европейский. И здорово. Рукав у него, кстати, сориентирую вас. У всех Saint Laurent'ов. Рукава короткие, если речь идет о 80-е годы. Мой очень любимый жакет. Как же я его люблю. И как же я счастлива, что он у меня есть. И осталось еще две вещи. Потерпите, друзья. Не так много осталось. Мне кажется, я уже очень много вам рассказала. Это жакет. Вы видели его в моих видео. Я в нем иногда снимаюсь с манго. Здесь тоже натуральный состав. И я вам скажу так, что манго, они, мне кажется, оседлали эту тему. Жакетов такого типа, укороченных, с пуговками, с накладными кармашками. Уже который сезон у них в коллекциях эти жакеты повторяются в разных вариациях цветовых. С разным принтом, пьеду пуль, просто клетка и так далее. Этот жакет я ни разу не пожалела, что я его купила. Яркий. До сих пор актуальный. Купила я его, мне кажется, два года назад. Он, правда, до сих пор актуальный. И еще раз прокомментирую про манго. Жакеты там здоровские. Обращать на них внимание стоит. Просто при покупке обязательно смотрите состав. Потому что манго, они такие, друзья, они интересные. У них есть часть жакетов с натуральным составом. Ну, таким либо там искусственным, например, вискоска и состав с хлопком. Это окей абсолютно. Либо они делают из полиэстера жакеты. Это, конечно же, ужас. В новой коллекции там было парочку голубых, просто безумно красивых жакетов такого же типа. Я когда увидела, я просто, ааа, я так хочу этот жакет. Но я посмотрела состав, мне сразу все отлегло. Манго, они хитрецы, большие хитрецы. И последняя вещь. Это вещь, которую я называю Zara с Алиэкспресс. На самом деле это полная копия жакета от Zara. Вот такой длинный жакет, который засветился в сериале Эмили в Париже. Этот образ, в котором используется этот жакет, мне очень нравится. Он мне кажется классным. И мне нравится, опять-таки, то, что Пьеде Пуль здесь красный, не классический черный с белым, а именно красный. Это просто супер. И эту вещь я купила на Алиэкспресс, потому что в Zara я не успела. А, как вы знаете, многие вещи из Zara один в один можно найти в Алиэкспресс. Но это было уже года три назад, так что я вам не оставлю ссылочку, друзья, уж простите. Точно уже его там нет. И что у меня здесь есть по планам, я все думаю, думаю, каждый год забываю. Я хочу здесь поменять гипотетические пуговицы. Хочу также купить что-то винтажное и поменять на этом жакете пуговицы, чтобы его немного освежить. Мне нравится, когда вещь без лацканов. И мне нравится, что он удлиненный. И, кстати, друзья, этот жакет, про который я вам сказала в самом начале, он тоже идет без лацканов. Посмотрите. И мне это безумно нравится. Мне кажется, это очень классная деталь. Это отличается. Он делает жакет отличным. При этом его также легко комбинировать и с футболками, и с водолазками. Просто супер будет смотреться с водолазкой. Например, с блузами тоже. Можно надеть, если вы женственно романтичная персона, блузу с бантом. Здесь будет очень гармонично все это смотреться. Вот так вот, когда нет никаких лацканов. Вот такая коллекция жакетов. В этом году я значительно решила сделать эксперимент, сократить свое потребление немного. Но посмотрим, сколько получится. Обычно у меня бывает срывы во время скидок. Цель у меня, я когда поеду в Париж, куплю следующий жакет, если он будет. Это жакет Colette, называется, в DeFranchi Shop. Я хочу туда заехать. Может быть, сниму как раз-таки для вас видео. Это будет конец апреля, скорее всего. И это моя цель покупки именно с жакетной. Пока, как вы видите, коллекция у меня ого-го. Достаточно. То есть, мне больше глобально ничего не нужно. Но вот этот жакет мне нужен в черном цвете. И я буду на него охотиться. Жакетная цель 2023. Все, друзья. Мы с вами посмотрели мою коллекцию. Я надеюсь, что вам что-то понравилось. Напишите, что понравилось больше всего. Какой из жакетиков вам приглянулся больше всего. Не забывайте, что этот жакет из коллекции Анастасия Шнайдер и Виталий Стеглев еще будет доступен. Я надеюсь, до среды, после анонса понедельничного. Я надеюсь, что до среды что-то доживет. Так что пишите, если вам понравилось. Заказывайте и подписывайтесь, конечно, за канал, если вы впервые. Здесь про модные путешествия, здесь про стиль, тренды, моду, примерки и всякое разное. И, друзья, также жду вас в своем телеграм-канале, в своем инстаграм-канале, как всегда, по старой схеме. Я желаю вам всем хорошего настроения, хорошего дня. И будем с вами прощаться, друзья. До новых встреч, до новых модных путешествий. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok